каждый день мы взаимодействуем с миром школа работа творчество но если вы думаете о том же о чем и я желаете того же чего и я если вам дорого тоже что и дорого мне вы не хотите жить в таком мире вы хотите создать новый мир такой мир который даст вам то чего всегда не хватало и то что вы всегда хотели и я создал свой мир дайверсом и поэтому скибидибаб дамы и гапотоспода с вами я ваш умудренный тысячелетний наставник муда и сегодня я вам расскажу поподробней про такой гигантский и проработанный мир дайверсом а заодно и помогу вам понять как создать свой мир данное видео является продолжением видоса что такое дайверсом где я рассказываю про него более обширно ты обязан его посмотреть я обещаю понравится или можешь глянуть последний тизер он очень вайбовый так вот если брать какие-то популярные миры созданные в разных произведениях можно заметить что они часто базируются на чем-то и чем чаще такой тип встречается тем проще создать такой мир фэнтези киберпанк постапокалипсис и любой другой относительно популярный сеттинг делается гораздо проще чем что-то более редкое в этом плане мир дайверсома трудно к чему-то стопроцентно отнести да он определенно происходит в будущем но мало чем похож на киберпанк также и мимо проходящему может показаться что это фэнтези ведь тут вот уши длинные и магия какая-то но и тут нет все это объясняется научно и персонажи не эльфы сверх люди а поскольку они создавались как солдаты то это было хорошей отличительной чертой а в актуальное время все уважают свою форму ушей и гордятся ей большинстве стран как-то менять свои уши запрещено максимум что можно это тоннели серьги и другие украшения по итогу дайверсом нельзя полностью отнести к чему-то он берет лучшее из всех жанров развивая их идеи внутри себя важную роль в мире играют также традиции и всякого рода церемонии сразу вспоминаем свадьбу в дайверсами решили полностью отказаться от колец им на замену пришли парные татуировки которые набиваются на руках у парочек сам рисунок должен иметь смысл для обоих и при складывании рук получать общую картинку также переработана и погребальная церемония в последний путь умершего провожают с музыкой которую должен написать или подобрать самый близкий для него человек так в мире дайверсома прощаются с человеком и тихие похороны без музыки считаются большим горем ибо это означает что у человека не было либо не осталось того кто бы мог его осчастливить музыкой в его последнем пути скибеди булик с вами внезапный муда если вы не знаете что написать в коменты то пишите какую музыку включили бы на ваших похороны это общие традиции которым следуют все народы но есть много уникальных отличий у разных рас к примеру народ находящийся на территории австралии я уже как-то рассказывал про то что они много изучают хаос энергии и копят они знания но вот что насчет их культуры все они красят волосы в три цвета красный фиолетовый и синий цвет означает то какой группе они относятся фиолетовые посвящают всего себя темной хаос энергии синие светлой а те кто красится в красный зачастую либо могут заниматься изучением и того и другого либо вообще не заниматься учебой а быть к примеру воином что важно ведь если бы воином был фиолетовый или синий волосый то сразу бы было понятно какая у него хаос энергия еще они часто наносят на свои тела татуировки ибо веруют что существуют два божества олицетворяющих светлую и темную хаос энергию у них по преданиям как раз и были похожие татуировки и подобные особенности имеются у всех стран например есть скандинавы их очень много связывает с океанами и морями их архитектура полностью на этом базируется они сильно культивизируют океан и считают что с его помощью они могут предсказывать грядущие события имеется и народ на территории прошлой россии в их стране получил развитие брутализм местные города выглядят очень грузно но этим и впечатляют вдобавок у них очень сильно развита спортивная отрасль культ тела и спорта является очень важной частью их культуры помимо этого круто развитая страна на территории индии там сильно продвинулись в медицине и биологическом применении хаос энергия с ней они смогли значительно улучшить свое здоровье и тело а некоторые даже смогли замедлить свою старость так особо продвинутые пользователи хаос энергии могут жить до 350 лет города индии очень величественные а народ целеустремленный также интереснейшая вещь это язык на котором говорят персонажи если вы смотрели этот видос то вы знаете что в мире дайверсом с наших времен очень много чего поменялось и поэтому основным языком сверх людей стал эсперанто вы наверное сейчас подумали кто сейчас объясню это искусственно созданный язык который очень легко учиться гибкий и в общем-то удобный то есть да вы это все будете слышать на обычном русском или может на английском либо переводить мы обязательно будем но в каноне самого сериала янсен будет говорить не привет меня зовут янсен а целитон место с янсен однако вместе с этим существуют диалекты что это за зверь такой а вот прикол в том что в каждой стране есть набор слов который сохранился со времен предшествующих людей приведу пример у нас есть лайл он родом из страны которая образовалась из европейских государств и следственно в его диалекте могут изредка проскакивать слова соответствующих стран например увидев какой-нибудь крендель он скажет о какой бразиль а или янсен увидев бобра может сказать учитывая все это гипотетически самая каноничная версия дайверсом а должна быть на эсперанто думаю когда-нибудь и такое будет существовать мне еще много чего есть рассказать про дайверсом его проработка не имеет границ также я безусловно хотел бы поблагодарить всех ребят которые помогали мне с этим видео слова гудков наш супервайзер который нарисовал концепты и сцену череп наш дизайнер и супервайзер старкус наш композитор максимус береговой наш превьюшки янко наш фановик что отрисовала прекрасные концепты войка наш фановик которая помогла с концептами артерис наш фановик а также и концептер кой наш фановик которая отрисовала вот этот концепт Котса. Наш лейаутер, что отрисовала сцену и концепт. Форкс. Наш лейаутер, который нарисовала немало концептов. Вита. Наш лейаутер, который отрисовала вот эти концепты. Арина Паникаровская. Наш лейаутер, которая помогла с концептами. Также спасибо нашим актерам озвучки. Влад Савин. Янсен. Кирилл Коншин. Лайл. Перфоратор. Тоже, в общем-то, актер озвучки, но в этом видео он стал и концептером. Ну и отдельная благодарность Герману Агияну. Ведь именно в команде с ним продумывался изначальный лор этого всего. Надеюсь, вам понравилось все то, что я вам рассказывал. И вы присоединитесь к нашей пока что небольшой семье, подписавшись на наш канал и рассказав про это друзьям. Не забудьте также подписаться на все наши соцсети. Бусти, группа ВК, Телеграм и Дискорд. Ну а на этом все. Люблю вас. Бусти, группа ВК, Телеграм и Дискорд.